Посыл очка? Из Китая? Анбоксинг будем делать с помощью чернорубашечных ножниц? Или не будем? Может, ну и вон нахер, а? Ну ладно, придется все-таки анбоксировать. Внутри планшет. Разумеется, взгляд черного. Ну а что еще ты ожидал увидеть на этом канале? На этот раз модель ТАБ-16. Я уже обозревал планшеты от Blackview, модели ТАБ-9, ТАБ-13, и экраны там были 10-дюймовые. И в комментах мне писали, что типа, ага, очень логично, планшет называется ТАБ-13, но экран у него 10-дюймовый. Здесь у нас ТАБ-16, экран у него 11-дюймовый, и собственно говоря, комментарии точно такие же. Дескать, ТАБ-16 называется планшет, а экран 11-дюймов. Где логика? Это я у тебя должен спросить. Где у тебя логика? Почему вообще номер модели должен соответствовать диагонали экрана? Ну тогда иди высказывай претензии Гнусмусу, например, потому что цифра в названии модели Galaxy Tab S7, S8 или S6 вовсе не говорит о диагонали экрана этого планшета. Или иди в иопл, оформи претензию, что в айпаде 2 они не поставили 2-дюймовый, блять, экран. Такие получились бы наручные часы переросток. Почему только к взгляду черного-то доебываются по поводу номеров в названии модели, а к Сасунгу и к иоплу не доебываются. Кстати, вот этот коммент оставлен не на моем ресурсе, но уж че-то больно сильно уши торчат. Особенно вот это вот о муде. Уж не мой ли смотритель оставил этот коммент? Ну неважно, здесь модель Blackview Tab 16, диагональ у нее 11 дюймов, но об экране мы поговорим чуть попозже. Давай сначала посмотрим, что у нас тут в комплекте. Здесь у нас есть дополнительная плотненькая такая защитная пленочка. Дополнительная она по той простой причине, что с завода на планшете уже наклеена защитная пленка со всеми необходимыми вырезами. Кроме того, планшет с завода уже поставляется в чехле книжки с вот этой вот магнитной открывающейся частью. И, к сожалению, боковые части этого самого чехла чуть-чуть давят на пленку, и в этом месте она начинает немножечко пузыриться. Поэтому после того, как ты удалишь транспортировочную пленку и оставишь пленку защитную, с этими пузырями придется как-то разобраться. Дальше в комплекте у нас тут заряд очка, GAN зарядка не получилась, получилась самая обычная быстрая зарядка на 18 Вт. Вилка у нее европейская, а выход на зарядке обычный USB. Соответственно, в комплекте идет кабель USB 2.0 с разъемами обычный USB на тупись. В последнее время к девайсам прилагается зарядка с выходом USB тупись, и кабель, соответственно, тупись на тупись. И я что-то совершенно забыл о такой интересной особенности подобных девайсов, поскольку на кабеле с двух сторон тупись, то можно совершенно спокойно подключить между собой два телефона для того, чтобы передавать между ними данные. Более того, в прошивке современных смартфонов на Gandon Droid есть даже специальное приложение по переносу настроек. То есть если ты вдруг купил новый телефон, и у нового и у старого телефона разъемы тупись, то чисто теоретически можно соединить их вот этим кабелем и со старого телефона все перекинуть на новый. Но я очень не рекомендую это делать, потому что очень часто это приводит к самым неописуемым глюкам, например, с работой уведомлений и так далее. Но тем не менее, возможность такая бывает в некоторых моделях. Но большинству, наверное, гораздо удобнее настройки переносить через облако, а с старопердунским ретроградом вроде меня гораздо проще все настроить вручную и получить в этом случае стопудово, стопроцентно корректно работающее устройство, если что-то не работает при ручной настройке. Это значит, производитель телефона или разработчик его прошивки накосячил. А вот когда ты годами копишь какое-то там говно, и вот эти вот дремучие, уже давным-давно неподдерживаемые какие-нибудь настройки перетаскиваешь со старого телефона на новый, а потом на следующий, а потом на следующий. Ну, кто-то считает, что это удобно и готов мириться с тем, что, по сути, новый телефон обмазан старым говном. Ладно, разговор сейчас не об этом. Значит, в комплекте здесь, помимо вот этого всего стандартного, то есть защитной пленки, кабеля и зарядки, и чехла, есть еще стилус с очень странным кончиком, и внутри этого самого стилуса есть еще запасные вот такие вот кончики. Я сначала даже немножечко заинтересовался этим стилусом, я думаю, ну неужели китайцы решили поконкурировать с каким-нибудь Apple Pencil'ом или каким-нибудь Samsung'овским стилусом? Ну нет, как выяснилось, это самая обычная замена пальца. Подобный стилус на Алике стоит рублей 150-200 всего лишь, а вот эта силиконовая прозрачная площадка на конце нужна чисто для удобства. Соответственно, мне даже не захотелось проверять, как этот самый стилус работает. Поэтому переходим к самому планшету. Значит, корпус у него металлический, и внешний вид чем-то напоминает iPad 2. Я уже много раз говорил, что единственное по-настоящему эстетически красивое поколение изделий от EOPLA это времена iPhone 4s и iPad 2. Мне кажется, вот те девайсы были наиболее лаконичны по своему внешнему виду и по размеру. Соответственно, на крышке сзади есть только камера. Там стоит сенсор от SOSONI, старичок по современным меркам, но делает вполне сносные снимки. То есть мне придраться особо не к чему. Снимает нормально, и давно уже прошли те времена, когда у китайцев была совсем уж хреновая камера. На длинном торце рядом с камерой расположен лоток для сим-карт. Чудо произошло, можно установить одновременно и две симки, и карту памяти. Всех вместе, втроем. Сим-карта, разумеется, формата nano. Здесь же на этой грани две решетки под стереодинамики, и точно такие же две решетки под стереодинамики есть на второй длинной грани. То есть в этом планшете получается квадродинамики, что ли. Ну либо одни динамики разведены и вверх, и вниз. Это положительно сказывается на звуке, он действительно очень громкий и практически без искажений. Ну разумеется, для девайса подобного размера и толщины. На одной из коротких граней нет ничего, а на второй короткой грани разъем тупись и три кнопки управления. Раздельный звук плюс и минус, и кнопка питания. То, что они находятся на короткой стороне девайса, на мой взгляд, более удобно, чем если бы они находились на длинной стороне девайса, или кнопка питания была бы на длинной стороне, а управление звуком было бы на короткой стороне, как это было в предыдущих моделях планшетов от того же BukeVue, например. А вот под джек 3,5 мм места не нашлось. Ну просто очень маленький планшет, всего лишь 11 дюймов. Поэтому не нашлось в нем места под разъем для наушников. Ну смотри, здесь даже пришлось камеры приподнять над корпусом, потому что такой тонкий корпус. Но если бы вы под камерой не запихивали трейс с сим-картами, глядишь, и не нужно было бы камеры делать выступающими. Но тем не менее, разъема под наушники здесь нет. Но с помощью самого обычного аналогового переходника с USB тупись на джек 3,5 мм, еще раз подчеркиваю аналогового формата Le-очко. Сюда можно аналоговым образом подключить аналоговые наушники. Кроме того, в разъем тупись можно подключить цифровым способом какой-нибудь DAC и тому подобную цифровую звуковую карту для того, чтобы получить наушники. Зачем я это каждый раз рассказываю, я уже даже не знаю. Переходим на основную фронтальную часть, где нас встречает тот самый 11-дюймовый экран, матрица IPS, разрешение Full HD+, то есть 2000 на 1200 точек. Экран вот с той самой сертификацией на низкое количество синего цвета. Я уже об этом рассказывал, может быть когда-нибудь отдельно сделаю еще один видос. Сейчас не хочу об этом говорить. Хочу лишь сказать, что цвета у экрана действительно очень приятные. То есть к матрице тут претензий нет никаких, и особенно к ее рамкам. Рамки здесь мое почтение. Да, рамки большие, но для планшета это на самом деле хорошо, потому что удерживать его в руках очень тяжело, и ты по сути зажимаешь его между пальцами, и если бы рамок не было, и там сразу была бы чувствительная часть экрана, то это постоянно регистрировалось бы как касание. Соответственно, на мой взгляд, рамки здесь вполне вменяемые, не очень большие, но и не слишком маленькие. Кроме того, экран очень хорошо вклеен. Дело в том, что на самом первом планшете от Blackview, который я обозревал, не самом первом планшете от Blackview, а самым первым, который я обозревал. Так вот, там была какая-то хуйня с матрицей, и если даже не сильно надавить пальцем на рамки, то там по матрице начинались белые засветы, и вообще белый цвет там тек просто не по-детски. Здесь таких проблем нет. А еще, разумеется, есть фронтальная камера, под нее не сделано никаких дырок в экране, она совершенно спокойно живет себе в рамке экрана, толщина рамок позволяет, и там же есть все основные сенсоры. Сенсоров в этом планшете вот прям по самому минимуму, но все, что нужно, есть. Ну и последнее, что стоит сказать об экране, это то, что мультитач 10 касаний. Кроме того, в планшете установлен аккумулятор примерно на 7700 мочей, и поддерживается быстрая зарядка 18 Вт. И на мой взгляд, вот кому-кому, а планшету действительно нужны зарядки хотя бы 10-ваттные. По той простой причине, что экран у планшета большой, а в телефоне экран является одним из основных потребителей заряда батареи. И если ты будешь заряжать планшет, допустим, слабенькой зарядкой на 500 мАч, то заряжать и одновременно работать с ним ты не сможешь. То есть весь заряд будет уходить на непосредственную работу планшета, а в батарейку ничего попадать не будет. Соответственно, если ты хочешь одновременно и заряжать, и при этом использовать планшет, то действительно нужен зарядник хотя бы на 10 Вт, ну или как здесь вот на 18 Вт в комплекте. Никаких других вариантов зарядки и серии беспроводной зарядки самого планшета, либо зарядки чего-то еще беспроводным образом от планшета, не реализовано. Ну и осталось поговорить о железе и о прошивке. Начнем с хорошего. Здесь 8 ГБ оперативной памяти. И 256 ГБ накопитель. Оперативная память на планшете особенно важна, потому что с недавних версий Гондон-дроида массово поддерживается режим PC. Режим PC это когда планшет превращается в некое подобие ноутбука, к которому можно подключить по блютуфу, например, клавиатуру с тачпадом, а интерфейс Гондон-дроида меняется на оконный. Это такое жалкое подобие ноутбука, но тем не менее работать, именно работать, а не потреблять контент с подключенной клавиатурой и тачпадом, то есть когда у тебя наэкранная клавиатура не перекрывает половину экрана и тебе не нужно пальцем тыкать в этот самый экран, чтобы куда-то нажать, вот в таком режиме на планшете работать действительно удобнее, чем в обычном режиме. И для вот этой вот оконной многозадачности чем больше памяти, тем лучше. Что же касается процессора, то здесь чип Unisoc T616. Точно такой же чип, который с 2022 года устанавливает в свои горе планшеты такая подзаборная фирма, как Sasung. То есть очень многие современные планшеты от Sasung идут на этом чипе Unisoc. Но в принципе я померил тут попугаев Антуту, все не так уж плохо. Единственное, конечно же, лагает графическая подсистема с Qualcomm на текущий момент она тягаться, конечно, не может. Но у всех вот этих вот чипов, которые не Qualcomm, то есть это Unisoc, Mediatek и так далее, основная проблема – малое количество частот, на которых они работают. То есть по большому счету в этих процессорах есть всего лишь два режима. Совсем низкое энергопотребление, в котором он спит. А как только ты его активируешь, он врубает частоты на полную, даже там, где это не нужно. И разумеется, постоянно шарашущий на полную процессор быстрее разряжает аккумулятор, чем аналогичный планшет на Qualcomm, где подобных режимов работы с разной частотой больше. Соответственно, графическая подсистема и вот эти вот режимы работы, пожалуй, единственные, чем Qualcomm-овские Snapdragon, например, лучше, чем Mediatek и Unisoc. Но несмотря на то, что процессор все время шарашит на полную, даже в режиме стресс-теста этот девайс особо не греется. Значит, что касается прошивки. Основана она на GondonDroid 12, но слепили ее из того, что было. Это очень хорошо видно по бут-анимации. Она в центре экрана, и у нее четко видны границы. То есть ее взяли от телефона, который обычно загружается в портретном режиме, в то время как планшет обычно загружается в ландшафтном режиме. Я сначала поржал, типа поленились, а потом вспомнил, как на 12-дюймовом iPad выглядел, например, Instagram. Это был такой маленький квадратик по центру вот этого огромного экрана. И после этого мне как-то стало не смешно. Лончер здесь DokiOS. Это фирменная фишка от Blackview. Он достаточно чистенький, в нем практически нет никакого говна, а то, которое есть, достаточно легко удаляется штатными средствами, за исключением пары анальных зондов, один из которых это VPS Office. Его можно только отключить, удалить нельзя. То есть в прошивке он так и будет висеть. Но в целом достаточно приятная и комфортная прошивка. Единственный для кого-то, наверное, минус, это в том, что не поддерживается мультиюзер, то есть штатными средствами нет возможности добавить еще одного пользователя. И есть чисто такие комфортные фишки из серии того, когда ты вводишь пин-код, как только ты вводишь последнюю цифру, девайс сам разблокируется, тебе не нужно еще дополнительно нажимать кнопку ввода. Ну и собственно говоря, зачем он мне, этот планшет? Ну в данном конкретном случае он пойдет на замену вот того самого Tab 9, о котором я упомянул в этом видосе, когда говорил о том, что у него экран начинал покрываться белыми пятнами, даже от легкого нажатия на рамки экрана. Это был Tab 9, когда появился Tab 11, на который я делал обзор. Я тот Tab 9 отдал Изи Вайфу, а себе оставил Tab 11. Но Изи Вайф пока еще ни разу этим самым Tab 9 и не воспользовалась, и я в итоге его просто продал. То есть в итоге, на самом деле, вот этот Tab 16, это на замену Tab 9. Изи Вайфу, кстати, очень понравились вот эти штатные обои здесь на экране, уж не знаю чем. А еще Tab 11 просто заебал свои симо. Я вскользь вроде бы упоминал в обзоре об этой фишке. В общем, общий смысл это замена сотового интернета в тех случаях, когда у тебя этого самого сотового интернета нет. Но замена это за счет публичных Wi-Fi вышек. Но проблема в том, что, во-первых, работает оно всего лишь в нескольких странах, во-вторых, работает оно хуево, а в-третьих, это все платное удовольствие и стоит оно дохуя. То есть проще, когда ты куда-то приезжаешь, просто купить какую-то гостевую, туристическую или тому подобную симку, а не заниматься вот этой поебенью. Проблема в том, что в том планшете это самое симо активировалось автоматически, а если его отключить, то оно начинало тебя заебывать, а не хочешь ли ты меня включить. И как только оно включалось, по какой-то неописуемой логике региональные настройки и язык планшета менялся на Нидерланды. Если кто не знает, Нидерланды это такой город в казахской степи. Соответственно, в отсутствии рута единственным способом деактивировать эту долбаную нахерни всравшуюся фишку оказалась команда ADB. Ну или какая-нибудь фигня типа ADB Control, где можно деактивировать приложение. Соответственно, вот этим еще заебал ТАП-11. И соответственно, передо мной встал очень интересный выбор. Чего оставить себе, а чего отдать Изи Вайфу? ТАП-11 или ТАП-16? Эти планшеты очень похожи. Единственное, у ТАП-16 чуть побольше экран и у него четверные динамики, а у того были двойные, но тоже стереодинамики на корпусе. Но у ТАП-11 Mediatek процессор, но 6 гигабайт оперативной памяти. А здесь 8 гигабайт оперативной памяти, но процессор Юнисок. Мы дожили до того момента, когда ты радуешься, что у тебя Mediatek, скажи спасибо, что не Юнисок называется. Но тем не менее, поскольку я все-таки использую планшет в режиме ноутбука, мне оперативной памяти нужно больше, чем Изи Вайфу, которая этим режимом не пользуется, она вообще особо планшетом не пользуется на самом деле. И соответственно, ТАП-16 я оставлю себе, а ТАП-11 отдам Изи Вайфу. Я надеюсь, это все была очень ценная информация, которая поможет тебе в твоей жизни. Ну просто в комментах просили рассказать, как я использую вот этот вот планшет, с клавиатурой и так далее и тому подобное. С клавиатурой я его использую, но в основном в качестве терминала для удаленного подключения к каким-то еще устройствам. Либо к своему домашнему компьютатору, либо с помощью Anidesco к каким-то удаленным компьютаторам. Это позволяет мне не таскать с собой в поездке какие-то ноутбук, а взять вот этот вот планшет и в тот момент, когда меня, например, родственники попросят к ним подключиться и что-то там исправить, я могу это совершенно спокойно сделать вот с этого планшета с большим комфортом благодаря той самой беспроводной клавиатуре, которая с тачпадом. Что же касается режима без клавиатуры, то я планшет использую в основном для того, чтобы читать всякие презентации о том, как повысить надои у тиктокарей на родном блогозаводе. Кроме того, у меня в спальне принципиально нет телевизора, и соответственно, когда нам с Изи Вайф лень сидеть в гостиной, чтобы посмотреть какое-то кино, а хочется поваляться на кровати, то я на планшет загружаю фильм и лежа в кровати с Изи Вайф, держу этот самый планшет над еблом, держу планшет над еблом, и мы смотрим кино. Кстати говоря, заливать файлы совершенно не обязательно, разумеется, планшет позволяет смотреть фильмы онлайн, например, в тех же Одноклассниках. Это единственное, наверное, что в Одноклассниках есть хорошего, там абсолютно забили на копирастию, и Одноклассники, по сути, превратились во второй Рутрекер, где совершенно невозбранно можно смотреть кино прямо в плеере на сайте Одноглазников. Руки держать планшет, кстати, особо не устают, помогает чехлец, у него вот эту обложку можно свернуть пирамидкой и удобно держать, просунув туда пальцы. Звук, кстати, реально хороший, то есть у того, который ТАП-11, где были стереодинамики, Smart Box Speaker они называют его, соответственно, там был звук хороший, но здесь, поскольку не стерео, а Quad Smart Box Speaker, что бы это, блядь, не значило, звук прям вообще замечательный. Соответственно, вот это вот основные применения, которые лично я использую. Было бы прикольно, если бы вместо Gondondroid можно было бы на железо поставить Linux. Сейчас его можно, конечно, использовать через всякие термуксы и так далее, по той простой причине, что Gondondroid работает на Linux-овом ядре, но это все не то. Вот если бы на железо сюда поставить Linux, вот это было бы заебись. И дуалбутиться, хочешь в Android, хочешь в Linux, вот это было бы заебись. С софтом, кстати, особой проблем нет, даже эмуляции не нужно, потому что большинство пинсовосного софта есть уже для ARM-процессоров. Еще было бы прикольно, если бы планшеты можно было бы использовать как HDMI-экран. В принципе, через USB его можно сделать по сути вторым монитором, но здесь такого варианта нету. Ни через USB, ни подключив сюда каким-то образом HDMI, нету такой возможности, было бы очень прикольно. Не, ну разумеется, есть всякие софтовые реализации, когда по сути по сети передается картинка на Gondondroid, но это все-таки конечно не то по сравнению с настоящим дисплеем с HDMI-входом. Причем даже если подобный софт позволяет подключаться по USB, USB там используется в качестве сетевого соединения. И мне кстати интересно, вот продаются всякие платы захвата маленькие, с OTG в том числе, интересно, если сюда ее подключить, он сможет жрать допустим HDMI сигнал и показывать его на экране или нет. Но тем не менее штатно такой возможности нет. Соответственно, очевидно, что планшеты это вымирающий вид. Уже сейчас они, по крайней мере те, что на Gondondroid ничем практически не отличаются от телефонов на том же самом V-Droid. С планшетов точно так же можно звонить, ну то есть по обычной сотовой связи. А то еще допустим лет 10 назад на айфонах и самсунговских планшетах голосом звонить было нельзя. Там симка была только для мобильного интернета. Ну да, экран побольше, как правило, все-таки батарейка побольше, но не более того. Соответственно, многие покупают планшеты для пожилых людей, которые плохо видят. И благодаря большому экрану они могут этим планшетом пользоваться как телефоном. Ну, разумеется, это будет только громкая связь, потому что здесь нету разговорного динамика, который можно было бы приложить к уху и разговаривать по планшету как по телефону. Но для пожилых людей это, наверное, небольшая проблема. Ну, впрочем, никто не запрещает подключить гавнитуру, как беспроводным способом по блютуфу, так и с помощью того самого адаптера, который я показывал. Кроме того, сейчас вслед за сосунгом абсолютно все от Oppo до HTC представили свои варианты телефонов с раскладным экраном. Ну, то есть, такой телефон, диагональ которого становится больше, когда надо, но в обычном режиме подобный телефон сохраняет габариты обычного смартфона. Причем, у кого-то там есть реально складные вот эти AMOLED-экраны, кто-то рядом просто ставит две IPS-матрицы и у них есть видимый зазор, но тем не менее, вот такой вот вариант, наверное, все-таки окончательно планшеты добьет. Соответственно, с учетом вот этих вот разворачивающихся экранов, вопрос, а стоит ли покупать планшет, сводится к тому, а нужен ли лично тебе планшет или нет. Ну, некоторым нужен вот презентации читать в качестве замены ноутбука, кто-то, как я уже сказал, для пожилых людей покупает и так далее. А еще я тут некоторое время назад на вертолете покатался и там в вертолете навигация была на iPad. В вертолете, Карл. Причем это был маленький вертолетик, по сути, табуретка с пропеллером, которую ветром нахрен сдувало, и представляешь, твоя жизнь как бы зависит от эпловского планшета. Не самое приятное чувство. Ну да ладно, что же касается конкретно этого планшета, если он тебе нужен, то сейчас у Blackview идет акция, где его можно купить со скидкой, ссылочку или, может быть, какие-нибудь купоны, если найду, оставлю в описании. Я Бог Ютуба! 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 Пшшшшш... Продолжение следует...